Друзья, надеюсь, ваши дела идут очень хорошо. У меня тут на днях случилось такое спонтанное путешествие в Нормандию, которым я очень хотела с вами поделиться, потому что вот оно получилось каким-то настолько уютным, приятным и вот минималистичным в хорошем смысле этого слова, потому что мы очень быстро собрались. Вообще, хотела сказать отдельное спасибо нашим друзьям, которые нас пригласили в это путешествие, потому что они нам в 11 часов вечера как раз предложили поехать, и мы, недолго думая, конечно же, согласились. Вообще, что касается путешествий, таких и спонтанных каких-то предложений, я вот очень легкая на подъем, то есть я быстро собираюсь, беру с собой минимум, и поэтому шоппер для этого путешествия мне не составило никакого труда собрать. Знаете, у меня там испокон веков одни и те же вещи, там крема с СПФ-защитой, обязательно кепка, без которой я свое лето вообще не представляю, запас воды, и вот, мне кажется, моя отличительная черта это то, что у меня там всегда находятся медикаменты, запас первой необходимости вещей, то есть, знаете, наверное, в компаниях всегда есть человек, который ответственен за пластыри, за какие-то бутыльки с зеленкой, и у которого всегда найдется таблетка от головы. Вот такой человек это я, потому что мне прям самой спокойнее, когда у меня есть вот эти вот необходимые медикаменты. Из Парижа в Фикам мы поехали на машине, мы ее арендовали, и дорога заняла, знаете, туда около трех часов, обратно около двух, это все варьируется в зависимости от пробок, так что хотела вам предложить вот этот город, если вы вдруг находитесь во Франции и задаетесь вопросом, куда поехать отдыхать летом 2020, или вообще куда ехать на море, так чтобы вот именно отдохнуть, то мне кажется, этот городок в Нормандии будет прекрасным выбором, так что желаю вам приятного просмотра, и если вам понравится это видео, то не забудьте, пожалуйста, поддержать его лайком, я вам буду очень благодарна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас, знаете, я сижу на берегу на этих камушках, по которым я все-таки не смогла ходить, потому что, видимо, ноги у меня совсем не тренированы, никакой массаж не поможет, мне было жутко щикотно, и казалось, что я потом уже просто на штиреньки встану и доползу до своих кроссовок. В общем, друзья, не представляете, как здесь здорово. Здесь вообще относительно мало людей. Погода такая хорошая. Я смотрю на это море, и прямо вот оно меня так убаюкивает. Еще люди, кстати, здесь купаются. Я зашла в море где-то по колено, и мне прямо тоже очень захотелось купаться, но купальника я не взяла. Общаюсь от солнца своей дурацкой кепкой, очками, потому что печет очень сильно. Вообще, в этом городке считается, что здесь не так много достопримечательностей, хотя мне кажется, вот его главная достопримечательность, это, конечно же, море и вообще природа, которая есть, потому что здесь есть скалы, алибастра, то есть вот видите, то есть вот эти вот скалы, это как раз алибастра, и с другой стороны здесь находится Этрета, то есть прям буквально несколько километров. Ну, конечно, этот город совсем малоизвестен, но здесь располагается очень старое аббатство, которое было основано в IX веке. Также здесь есть церковь Святой Троицы XIII века, и в этой церкви как раз хранится очень значимая реликвия, сосуд с каплями крови Иисуса Христа, и говорят, что этот сосуд прибило морем, потому что крестоносцы потерпели коробокрушение, как раз они везли эту реликвию, и вот этот сосуд прибило просто на берег. Еще из интересного здесь, конечно же, морская кухня, куда без этого, и... что тут еще есть? Слегенка! Субтитры создавал DimaTorzok Только посмотрите, с кем мы встретились. Я не знаю, кто это, немного его боюсь, но мне кажется, он уже вышел из своего домика, и надеюсь, это просто скорлупа. Похоже на какую-то рыбу, ну, не рыбу, но в общем, не знаю, я немного боюсь его брать рукой, если найду палку, то я его обязательно возьму. А здесь ракушка, и смотрите, тут течет ручеек, мне кажется, я готова этот пейзаж вечно снимать, он настолько красивый. В общем, любопытство меня раздирает, кто это, так что я пойду искать палочку. Смотрите, друзья, я наш друг Артур откопал мел. Как он понял, что это мел? Артур, как ты понял, что это мел? Не знаю. А в школе? Артур тоже доктор. Привет. Ну и все можно вроде рисовать, а может нет. Да можно, можно. Из него можно липить, наверное, что-нибудь? Можем слепить мел. Мне больше эти камни нравятся. Звездняковый статус идёт. Такая у Насти ракушка. Классно. Такие ракушки очень вкусные, кстати. Даже можно есть. Это похоже на санжак или нет? Да, похоже. Похоже. Ну, вроде ничего не летит. Я взяла себе, это называется, бюллет. Такие штучки. Обычно их подают с майонезом, за что я их очень сильно люблю. Немного мидий, лосось. Здесь также попала селёдка, почему я очень рада. И также разные соусы. А ещё здесь есть креветки. В общем, тарелка большая. Надеюсь, что я этим наемся, но если нет, то в любом случае Дима заказал мидий. А тут у него тартар. 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 Тартарары. Вот. И у нас тут такой прекрасный вид на море, где очень много чаек и собак. Можно мне есть? Тартарары. Мы сейчас доехали на самый-самый высокий холм, который только здесь есть. Ну, в смысле, самый обитаемый холм. Внизу были дома, которые... Вот мы всё предполагаем, сколько они стоят. Нам кажется, что это не слишком должна быть высокая цена за недвижимость здесь, потому что всё-таки это не Париж, знаете. Ну, по сути, очень маленький городок, и здесь ограниченный круг занятий. Вот сейчас мы заехали на холм, где располагается церковь. Мне кажется, я это всё буду в любом случае дублировать, что я говорю, потому что здесь всё равно ветер. Ладно, я очень хотела поделиться свежими эмоциями, потому что здесь даже есть внутренние мельницы. Просто такое разнотравие, друзья. Вот внизу мне показалось в море, что... Вот, и мне не хватало деревьев. Вот, мы приехали сюда, и вот как раз есть деревья просто такое разнотравие великолепное. Кстати говоря, здесь вот на этом холме были бункеры времён Второй мировой войны. Представляете, они остались, и вот прям сверху над ними располагаются как раз эти жилые виллы, которые, кажется, нам стоят дорого. Вот, а сейчас здесь прям церковь открывается. Вот она. Она очень красивая, и как раз вот сверху её видно, когда находишься на побережье. Вот, но почему-то говорили, что она прям, она очень высокая. Ну, 13 век, мне кажется, для 13 века, да, она достаточно высокая. Ещё, кстати говоря, из великих людей, который был нафиган, это был Клод Мане, который здесь написал один, одно из своих полочи на берегу моря, так и называется, на берегу моря. И вот стоит прям тот пейзаж, который он писал, ну, просто, знаете, потрясающий вид. Хочется смотреть и смотреть на это море. Оно настолько успокаивает. Мне кажется, когда я приеду домой, я ещё раз открою свою книжку с Мане и буду пересматривать, потому что как раз в моей книжке есть абсолютно все его репродукции. И вот, кстати, сейчас мы подошли к бункеру. Он прям располагается, смотрите, вот с видом на море. И здесь есть такие вот шипастые растения. Их то здесь, то там можно найти. На этом холме. Вот, кстати, это при церкви такое вот красивое здание. Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, я всё-таки не стала рисковать хорошим кадром и ходить вот в эту сторону, где очень-очень огромный просто обрыв. Если вы видите, вот в этой стороне я вставлю кадры. Здесь видно маленькую лодку, которая здесь путешествует. Но мне настолько было страшно, что я просто отверстила Диму, чтобы он всё это дело снял. Но, надеюсь, мы отсюда выберемся нормальными, потому что здесь правда страшно, но очень красиво. Я очень боюсь потому что тут я видела, как люди смотрятся снизу серпантина, и это было жутко. Поэтому не хочу с собой рисковать. Снимаюсь с краю, и вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще люди здесь здороваются, когда с тобой встречаются на тропинке. Стало холодать заметно, и уже скоро поедем домой. Так что дорога у нас займет, наверное, часа два, потому что сюда мы ехали с достаточно большими пробками, и дорога заняла около трех часов. Но мы ехали на машине, так что думаю, сейчас проблем никаких не будет с пробками. Будем надеяться. Субтитры создавал DimaTorzok